всем привет всем добрый вечер добрый вечер мы устали ну пошли еще гулять не знаю куда куда нибудь а это я видел я думала фотографию она володя улыбнись в камеру фотографии здесь такая просто фотозона симпатичная мы идем вон туда а так не видно наверно или видно мы идем вон кто и церкви хотим посмотреть на я по идее другую церковь имела ввиду что я хочу в церковь на в другую смотрите как красиво цветут каштаны именно такие красные красные розовые не скажешь даже какие малиновые красиво володя не стал подниматься наверх сказал иди сама посмотри как церковь работает она завтра работает я поднялась она завтра работает с девяти до шести вернее она открыта завтра с 9 до 6 вечера так что мы с вами никак не могу понять где мы с абриной жили реально не могу понять вроде бы это все одна и та же улица речка была посредине вон там уже нет речках гена она вон там наверно в общем никак не никак не могу сориентироваться чтобы понять где же мы с абриной жили помню что что-то новое строили вот это здание может быть строили новое получается что мы где-то тогда в той стороне с ней жили короче не знаю думала пройду мимо того отеля покажу вам название конечно можно посмотреть но ходить искать тоже как-то но не совсем не вариант володя на такие дела со мной не подписывается а все не знаю мы вон там гуляли сейчас мы туда и пойдем опять на свои кружки не взяли пока ты попить завтра пойдем с кружками гулять да точно вон туда мы ходили я помню что вот это здание как раз таки она строилась тогда мы здесь были были мы здесь наверно года четыре назад волос володь вон туда надо пройти вон там и саврины гуляли вон туда пойдем туда пройдет а мы сабриной жили вон там наверху он всех дома вот-вот или вот в этом вот таком бежевом или вот в этом желтом где-то там, потому что мы как раз вот такие вот по вот этой дорожке гуляли. Кто смотрел мое видео, когда мы были с Абриной давным-давно, здесь же мы гуляли? Ну да, конечно, здесь. Да, ну все, и вот эта дорога, по которой мы гуляли. Все верно. Вот этот памятник я тоже в прошлый раз снимала. Все, я теперь поняла. Оказывается, когда мы в прошлый раз были, мы очень чего много не видели. Так. Вот смотрите, вот это здание, какое красивое. Отреставрированное. Вот здесь красиво, конечно. Вот эти. источники этого, да. Так, это... Вот смотри, это горячая. 61 градус. Потрогаю хоть. Да, правда горячая. Ой, я же сюда порою. Ой, правда какая горячая. Там оно написано. 61 градус. Ну, что здесь еще есть. Володя, короче, лодырь такой. Ему лишь бы куда-нибудь сесть в какой-нибудь гаштетик. И пиво попить. А мне-то не надо совсем. Мне бы вот погулять. Это 55 градусов. Так. А там что? Здесь 64. Здесь вообще горячая. Смотрите, да. Картина какая. Ну, уже темно, конечно. Завтра здесь прогуляемся еще раз, наверное. Володю выкупили по кепке. Говорит, вы откуда? С Мичигана, что ли? Я говорю, ну нет, вообще-то. Ну, давно он там был. Да? И такой довольный. Если бы, говорит, она ношенная не была, я бы вам, говорит, ее подарил. Володя заказала себе кружку черного пива. Темного. А я какую-то малинку. Не знаю, что это такое. Что это за малинка? Ну, лимонад, наверное, какой-то малинка. Потому что я никакое вино не хочу. Я не хочу ничего спиртного, я сказала, девочки. Это у меня такой лимонад, малинка со свежей малиной. А у Володи такое черное пиво прям. Прям черное. Потом, когда заплатим, скажем, сколько это стоило. Будь здоров, дорогой. Володя назвал это святой водой. Да, Володь? Святая вода. Немножко вам красоты. Мы уже отвыкли, да, немножко от хрусталя? Одно время была прям такая апатия. У всех прям все хотели хрусталь-хрусталь. А сейчас? Я не могу. В этом что? Путевка уходит только хрусток бесплатный. Я специально так сделаю, да? Смотрите, какая лепнина. Красивые дома. В общем, мы попали на улицу хрусталя. Здесь одни магазинчики с хрусталем. Плохо, что цену нет? Смотрите, какая огромная ваза. Красивая. А, да она как бокалом сделана. Но если была как ваза, мне бы больше нравилась. У меня вот такая была. Когда-то наподобие я ее маме оставила. Ну, еще в сказахстане. По дороге изобрели микс-маркт. Приправа наша, между прочим, вот эта вкусная, которая для борща. Я ее всегда покупаю. Мне она очень нравится. Пельмешки. Так, хинкали я не вижу. Те, которые я беру. Так, что вам еще показать? Девочки, цены все в кронах. Так что переводите. Я не знаю, как там по курсу. Смотрите в гугле по курсу. Мы еще не совсем привыкли. Так, гречка 60. Интересно, надо посчитать, сколько это будет стоить. Может, дешевле? Мне кажется, что дешевле здесь купить, например, гречку. Если я сейчас скажу, Володя, Володя, давай купим гречку. Мне скажут, ты что, вообще уже с ума сошла? Так. Ну, я не знаю, сейчас почитаю, сколько гречка стоит. Мне просто интересно по ценам. Вот там еще один один. Да? Еще есть? Семечки еще и грызу. Нет, тоже, да. Магазин. Да, так мало ехать, так что я не боюсь. Я не соскучусь. Я семечки не грызу. Если так сказать. Я орешки люблю, а семечки так себе. Володя сейчас пойдет на массаж. А я сказала, что я буду одна сидеть в номере. И я пошла в сауну. Я говорю, что если что, найдешь меня в сауне. А сауна у нас как раз на нашем этаже. Если сейчас будет там не очень много народов, то я вам поснимаю. Если вдруг будет много народов, то я тогда, конечно, не смогу снять. Но мне, конечно, очень бы хотелось вам снять и показать сауну, джакузи, бассейн. Ну, потому что там, правда, она небольшая, но такое, ну, уютные места такие. Хорошо сделано. Мне прям очень понравилось. Вот, девочки, пока бассейн свободный. Я вам немножко бассейн поснимаю, потому что там джакузи сидят люди. Джакузи только оттуда вышло. Здесь вода прям горячая, наверное, градусов 55-60. Ну, точно. Все, сейчас пойду в сауну. В бассейне я уже покупалась. Бассейн я вам сейчас не показываю. Там люди плавают. Все, сейчас пошла я в сауну. Сауну, сауна вон там. Ну, а вот сауна. Пока здесь никого нет. Быстренько вам покажу. И пошла в сауну отдыхать. Ох, посидела я в сауне, наверное, минут 15. Я не знаю, там света нет. Я не знаю, какая там температура, но очень-очень жарко. Ну, что, тут написано температура? Нет. Не написано. Я думала, написано. Ну, все. Сейчас посижу две минутки. И пойду. Давайте куда пойду. Пойду в бассейне поплаву, потом пойду в джакузи посижу. А где-то, наверное, через полчаса уже Володя подойдет. Он сказал, я приду в сауну. Как после массажа. Особожусь, сразу приду в сауну. Я говорю, ну, давай, приходи. Я, правда, не знаю, буду ли я так была бы там в сауне сидеть. Ну, если что, приходи. Здесь в сауне души. Такие кабинки. Можно сразу в душ пойти. Можно в бассейн. В общем, кому как хочется. А вот вам полный вид. Это все на ужин ушли. Мы от обеда и ужина в отеле отказались. Не то, что отказались. Ну, я вам сейчас расскажу. Я как-то уже пыталась начать рассказывать. Но меня там Володя перебил. Небольшое помещение. Но очень хорошо и уютно. В общем, почему я не заказала обед и ужин? Ну, чтобы было сразу все. И завтрак, и обед, и ужин. Я сначала заказала завтраком, обедом и ужином. Потом я отказалась. По той причине, что я подумала, что все равно мы не будем целый день сидеть в отеле. Что мы будем где-то в это время гулять. А потом надо было бы всегда возвращаться на обед. Ну, чтобы пообедать. Потом на ужин. Здесь столько возможностей пообедать или поужинать где-нибудь. Ну, в каких-нибудь ресторанчиках, кафешках здесь на каждом шагу какое-нибудь мероприятие происходит. И мы уже даже выбираем. Так, вот меню смотришь. Так, здесь я бы не хотела бы поесть. А хотела бы поесть там где-нибудь в другом месте, если там что-то, например. Но более интересное предлагают. Например, сегодня у нас еще запланировано сходить. Ну, мы еще вечером, наверное, пойдем в город. Не знаю, где мы там будем. Может быть, день тоже посидим в каком-нибудь ресторанчике. Володя, может, пиво попьет. Я, может быть, какой-нибудь коктейльчик. А потом, когда я... У меня еще были сомнения насчет там обеда или ужина. Думала, может, ужин заказать, обед там где-то пообедать, а ужинать, поужинать. Ну, Володя, по крайней мере, может быть, в отеле. А нам, вот эта вот семья, с которой мы познакомились, они сказали, что мы все заказали. А получается, что обедаем и ужинаем обычно где-нибудь не на территории отеля. Мы, говорит, здесь пробовали обедать и ужинать. Ну, говорит, здесь так себе. Не так вкусно, как на улице. Поэтому, говорит, мы в основном сами, говорит, обедаем где-нибудь на улице в каких-нибудь ресторанчиках. Ну, вот, в принципе, поэтому я и не стала заказывать. Думаю, если Володя заужила, то я-то, по идее, вообще никогда не ужинаю. Эту утку, которую я заказала, я больше половины, естественно, не съела. Вот эти вот все хлебные, ну, хлебные булочки, вот эти вот ткани, я вообще ни одно не съела. Я поела только немножко мяса утки. Даже салат до конца не доело, но я думаю, так много осталось. Володя не захотел доедать, потому что он уже тоже наелся. Я попросила, чтобы нам с собой запаковали. Так что, если Володя сегодня захочет ужинать, ну, он поужинает уткой. И сегодня еще воскресенье, девочки, я просто продолжаю дальше снимать. На улице погода солнечная. Я думаю, вам видно там где-нибудь в окошко. Но в обед прошел дождь. Прям такой хороший дождичек прошел. Мы в это время были в номере, я смонтировала видео. Вам на воскресенье вечером. Ну и все, Володя подсушил на массаж, а я пошла в сауну. Сейчас пойду в джакузи посижу еще. Я вообще люблю джакузи. Мне в джакузи прям очень нравится. Прям так сидишь, расслабляешься. Жалко, никого нет. Это пара, с которой мы познакомились. Они у мужа тоже массаж. Она сказала, сейчас я мужа дождусь. У него, говорит, просто ключей от номера нет. И они тоже сюда придут. В общем, мы еще здесь встретимся. А потом, наверное, вечером потом пойдем. Голову подсушу немножко. Немножко приведу себя потом в порядок. И потом еще вечером пойдем гулять. В общем, наслаждаемся по полной. Потому что завтра уже уезжать. И я сказала, завтра сильно рано мы не будем уезжать. В общем, война план покажет. Посмотрим. Но завтра должна быть хорошая погода. Поэтому мы завтра еще так гуляем по полной. Только потом поедем. Ой, девочки, я, наверное, еще полчаса просидела в джакузи. Меня же так что-то приморило. Сейчас немножко так отдохну. И мне кажется, что я больше уже не хочу здесь находиться. Мне кажется, что я сейчас просто-напросто пойду домой. Буду ждать Володю в номере. Потом разберемся, что будем делать дальше. На улице солнце светит. Наверное, пойдем гулять на улице. Я так думаю. Может быть, я не знаю. Ну, я сказала, да. Может быть, день просто посидим. Я не знаю, как Володя кушать я не хочу. А какие напитки, может быть. Ну, не может быть, а что-нибудь попьем. Мы решили сделать вечернюю прогулку. Пока что еще светит солнце. На улице тепло. И мы с Володей пошли еще погулять. Может быть, еще... Я себе уже купила две вещи. Я вам показывать буду, конечно, уже когда домой приедем. Сделаем примерочку. Вообще, у меня еще в фланах. Вы знаете, что хочу? Я хочу красивую белую кофту. Я не знаю, найду я такую, какая мне понравится или нет. Володь, ты куда? А, я тоже хочу на солнышко. Потому что когда в тенечек попадаешь, во сколько? Часа в четыре, наверное, прошел такой дождь сильный. А сейчас такое солнце светит шикарное. И если в тенек попадаешь, то немножко будет прохладно. Сколько здесь собак? Вот, что такое маленькое там. Сейчас, наверное, будет видно. Вон оно. Ну, ладно, пойдемте гулять дальше. Она тебя не любит. Ха-ха-ха. Смотрите, какие краски. Какие красочные сумки в этом сезоне. Всех цветов радуги. Володя говорит, не снимай сумки. Тут девчонки тебе закажут. Я говорю, я видео. Это видео я уже, наверное, точно буду дома монтировать. Я говорю, девочки уже не увидят вормию. А дома потом, знаете, сколько бегаем сумки всякие разные ищем. Тут маленькая. Смотрите, какая с пчелкой. Очень красивая. Везде вот такие кафешки со всех сторон. Уже в 8 часов вечера светит солнышко. И смотрите, видите, сколько народу. Все еще гуляют. О, рыбу ловят. Или? Наши ужин. Чтобы было... Все по правде же. Володе тоже ужин. У тебя, Володя, ужин? Да. Это, девочки, киевский тортик. А вот это медовик. Цены, конечно, зашкаливают. Такой кусочек, по-моему, 8 ура. Сколько кофе стоит, не знаю. Наверное, как пиво. Узнаешь? Ну, узнаем, конечно. Как ты играли? Это опасно. Чувствуешь, да. Чувствуешь. Мы в самолете... Володя, ты мне... Ты мне вон мужчину закрыл. Я сейчас хочу снять. А ты что, темное заказал? Вкусно? Да остановись, остановись.